МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все памятники истории культуры нашей страны входят в единый государственный реестр. На 26 июня 2016 года на территории России насчитывалось 30 197 объектов, куда входят достопримечательности федерального, регионального и муниципального уровней. Чтобы здание признали культурной ценностью, необходимо, чтобы с момента постройки или исторических событий, с которыми оно связано, прошло не менее 40 лет. Однако правило может не действовать, если в квартире или доме проживал выдающийся человек. Случается чаще, что строение приобретает статус сразу после его смерти. Если говорить о юридической стороне этого вопроса, механизм выявления памятника истории или культуры не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Сначала здание попадает в категорию, обладающая признаками объекта культурного наследия. Это как бы первый шаг. После этого следующий уровень – это выявленный объект культурного наследия. На этом этапе уже здание попадает под некую... под охрану государства, но при этом еще непонятно, что с ним делать. Когда здание попало в эту категорию, запускается государственная экспертиза. То есть подключается историк-эксперт, который исследует это здание, пишет свое заключение, и по результатам вот этой экспертизы здание становится либо памятником, либо наоборот не становится памятником. Запустить этот процесс может не только государство, но и любой гражданин России. По закону в таком вопросе не нужен ни статус, ни официальное положение человека. Однако это еще не все. Существует обратная сторона темы с культурным наследием, куда более реальная и драматичная его сохранность. Сохранение памятников – это вопрос их эксплуатации, вопрос отношения собственников, государства, бизнеса. И здесь такая особенность, что этот процесс, он в целом неудобен для большинства участников. То есть в этом процессе не заинтересованы ни собственники, ни бизнес, ни государство. В общем-то он создает для всех проблемы. С аналогичными проблемами столкнулись жители 55-го дома по улице Крымова. Статус деревянной древолюционной двухэтажки сегодня можно описать словами «непригодное для жилья с признаками культурного наследия». Который год жители занимались благоустройством жилища самостоятельно и ни о чем не подозревали. Но в 2017-м здесь произошел пожар. Тогда и обнаружилось – здание, оказывается, ценно для истории. Что за культурное наследие, мы узнали. Только с 24 октября появилось распоряжение правительства Сульянской области. Вот мы тогда узнали, что наши дома представляют какую-то ценность. Но на самом деле никакой они ценность не представляют. Ремонтируем мы эти дома сами. Сейчас пришел в полную негодность фундамент и несущая балка на крыше. От маневренного фонда, куда предложили перебраться, жители отказались. Шило на мыло менять не захотели. Осталось лишь привести в порядок половину выигрывшего дома. Однако на реставрацию средств у города не оказалось. Ремонта требует и соседняя 53-й. Да и к тому моменту, кроме ценного, жилое здание признали аварийным. Согласно техническим заключениям специализированных организаций, физический износ домов составляет более 70%. Это относится как к фундаменту, так и к основным несущим конструкциям. Вследствие пожара, кровля и перекрытие второго этажа дома 55 уничтожены полностью. Износ 55-го дома настолько велик, что реконструкцию по цене можно сравнить со строительством Крымского моста. Бюджет просто не справится. Сколько в него способны заложить, столько потратят. В этой ситуации есть вариант отдать земельный участок инвесторам. Только в отстроении с признаками культурного наследия просто так не снесешь. В управление по охране объектов в июне 2018-го настаивали на созыве комиссии с участием и городских властей, и жителей, общественности, краеведов и даже федеральных экспертов. А главное условие, согласно закону, конечно, государственная историко-культурная экспертиза. Если же инвестор появляется, и он готов вложиться в этот дом, в его реставрацию, и предполагает, что в дальнейшем земельный участок, который находится во дворе дома, будет использован по строительству другого объекта капитального строительства, и в рамках этого проекта предполагает, что это будет объект, который приспособлен для современного использования, который у нас есть, в данном случае после проведения, опять же, государственной историей и культурной экспертизы, проект возможно согласовать. Если краеведы так борются за него, ради бога, пусть они их восстановят для нас, и мы останемся в них жить дальше. Но ведь никто это для нас не сделает. Если у них нет денег на наше переселение, а на восстановление этих домов, администрация города тоже не найдет. Пока в Ульяновске ищут решение сносить 55-й дом или реконструировать, краеведы обращают внимание на третий вариант. Есть такое понятие, как приспособление зданий к новым условиям, что фактически означает отстроить сооружение заново, сохранив при этом его исторический облик. Подобные опыты у Ульяновска уже есть, и положительные, и отрицательные. Деревянное здание архитектора Курочкина 19 века. И этот объект является объектом культурного наследия. Поэтому, когда компания-застройщик начала строить многоквартирный дом, им нужно было учесть и вот этот вот объект, и его сохранить. Здесь, на самом деле, объект был целиком реконструирован, то есть внутри там современные конструкции, железобетонные перекрытия, но внешний облик, он целиком повторяет дореволюционное здание. У здания, которое становится объектом культурного наследия, появляется специальный паспорт. В нем прописано, что именно должно быть сохранено. Чаще внешний вид постройки, но бывает так, что наличие документов и охранный статус сооружения не спасают. Подобный пример можно видеть на улице Мира. За моей спиной пример как раз, когда формально требования по сохранению выполнены, то есть фасады есть, объемно-пространственная композиция здания есть, но здесь, конечно, объект культурного наследия был включен просто в новостройку, став ее частью. И это, конечно, пример не очень хорошего, не очень качественного сохранения. Ульяновский регион сохранил здания различных эпох. Многие из них, как культурные ценности, находятся под федеральной охраной. За таким торжеством архитектуры и градостроительства, с его положительным и негативным опытом остается нечто совершенно иное – некультурное наследие. 16-й дом по улице Карелкина у постройки есть стилевая выразительность, но, как оказалось, нет культурной ценности. В том числе и за сохранность подобных зданий в городах нашей страны выступают общественники и просто ценители прекрасного. Однако именно этого, в кавычках памятника истории, второй половины 19 века, по всей видимости, скоро не будет. Почему у нас проблемы? Нас никто не хочет слушать, потому что они все говорят, что частный дом, вы должны были поддерживать его в нормальном состоянии. Вы сами виноваты, что довели до такого состояния этот дом. Со временем большинство собственников разъехалось. Теперь заботиться в полную силу у оставшихся не получается. Управляющие компании подобные дома на баланс брать не желают. Какой капитал можно получить со старинного ветхого здания? Больше вложений. А вот о втором варианте для жильцов здесь, кажется, город забыл. История с расселением тянется еще с 90-х годов. Да и администрация якобы отвечает, что денег нет. Когда строили мем-центр, нас здесь без конца только говорят, вот снесут, вот снесут, потому что здесь то мем-центр, это мем-зону здесь снесут, снесут. Ну и надеялись люди на это, все. И ничего. А потом здесь перестройка началась. Статус дома смог решить хотя бы часть проблем. Например, ценным, архитектурным или историческим помогают. Даже если здание находится в частных руках, город спешит на помощь. Некоторые дома у нас находятся на обслуживании в управляющих компаниях. Не в управлении, а на обслуживании. То есть управляющая компания оказывает услуги по аварийному обслуживанию, по промывке и опрессовке, то есть подготовке дома к зимним периодам. На этой улице некультурное сооружение второй половины 19 века все-таки формирует часть старинной среды и находится в ряду таких же домов. Кстати, следующий жилой дом под номером 12 находится под федеральной охраной, но и это не спасает его от сокрушительной реальности. История старая была очень некачественно проведена реставрация. Где-то 25 лет назад вот тот пристрой, вот тот, он не родной, то есть это не историческая часть, но он был проведен с нарушениями, он отходит. У нас текут крыши по весне и, главное, трещина. Трещина идет по всему, вот она раскрывается по всему этому пристройу. Для России положение с культурным и некультурным наследием совсем не новость. Старинные дома сносили всегда, в 30-х годах, массово в конце 80-х и начале 90-х. И часто в обход закона. Что до сохранности, описано немалое количество случаев, когда дом по вине собственника или властей разрушался, так и не дождавшись положенной реставрации. Вопрос, как выжить в красоте, когда старина меньше ценность и больше головная боль, уже для современной России с ее горячей преданностью истории, культуре и традициям остается актуальным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова